Привет, джумловоды! На связи Фёдор Васильев. В этом видео я хочу вам показать условно-бесплатный компонент, за счёт которого вы сможете свой сайт джумла, состоящий из, допустим, обычных статей, сделать каталог, не прибегая к каким-то серьёзным крупным расширениям. За счёт данного расширения, о котором пойдёт речь в этом видео, вы сможете за счёт произвольных полей джумла, меток и других параметров сделать колонку слева или справа, в зависимости от вашего шаблона, и сможете вывести удобный фильтр поиска по вашему контенту. Но прежде чем мы с вами будем разбирать данное видео, я вам напоминаю, если у вас нет времени или вы сомневаетесь, вы всегда сможете обратиться ко мне, заказав сайт у меня, написав мне в бесплатный мессенджер или даже позвонить, контакты вы сейчас видите на экранах, через популярные мессенджеры. А я возвращаюсь к теме урока. Итак, давайте сначала взглянем на демо самих разработчиков. Если вы не планируете, не используете какие-то мощные компоненты, в которых уже включены возможность фильтрации вашего контента, и вы хотите минимизировать нагрузку, то есть сделать небольшой лёгкий сайт, то есть через com-контент джумла выводить ваши материалы, как вот в данном случае в демо-версии, использовать там произвольные поля, использовать метки, категории, и при этом хотите хорошую фильтрацию сбоку выводить. То есть не обязательно сбоку, просто здесь она так вводится. Вводится за счёт модуля. И, допустим, по категориям фильтрация, по жанрам, то есть кликая буквально на метку, у нас сразу фильтруется контент сбоку. И разного рода фильтрации можно вывести, то есть получается крутой уже такой портал с фильтрацией вашего контента, то вам это расширение подойдёт, вот этот фильтр. Ссылку на скачивание бесплатной версии я оставлю на своём сайте fedorovasilev.com. Ссылка будет в описании под видео, на мою статью. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что у нас на борту будет компонент, модуль, плагин, системные плагины, поддерживает джумла 4, поддерживает джумла 5. И здесь описание понятное, с чем это может быть использовано. Я уже протестировал данное расширение и могу сказать, что расширение имеет как платную, так и бесплатную версию. Естественно, в бесплатной версии у нас функционал урезан, но всё равно его можно использовать. Не настолько сильно урезан, что там, допустим, невозможно его использовать. Достаточно интересно можно тоже использовать. И вам ничто не мешает потом купить, если вам это будет жизненно необходимо иметь проффишки, проффункции все, купить это расширение. Вы нажимаете на кнопку «Скачать». Дальше вас перебрасывает на страницу. Здесь они просто так скачать его не дают, ещё нужно зарегистрироваться. Поэтому я показываю процесс, чтобы у вас не возникло трудности. Нажимаем вот здесь на их сайте, вот на эту кнопку. Здесь вот сразу поля, которые вообще не охота заполнять. И если у вас есть аккаунт в Google или Facebook, у меня есть в Google, я нажимаю Google. Я просто авторизуюсь под одним из своих аккаунтов. И вот видим ссылку «Скачать» вот здесь. Нажимаем «Скачать». Вот бесплатная версия. Дальше. Версия. Загрузить сейчас. И у меня идёт загрузка. То есть вы видели, вот тут у меня загрузка полетела. На компьютер. Также здесь, когда я нажал «Загрузить бесплатно», здесь есть ещё бесплатный плагин «Интеграция с UTEM» конструктором страницы. Если вы его используете, то его тоже можно скачать бесплатно. В рамках этого видео я не буду показывать этот плагин вместе с UTEM, как это настроить и смотреть. Я буду настраивать на обычном шаблоне к ICAP. Ну, я думаю, что любой другой шаблон, который вы используете для себя, также подойдёт. Итак, я перехожу на свой тестовый сайт. Смотрите, что здесь нужно понимать. У вас уже должны быть какие-то статьи. Если нет, создайте тестовые. У вас должны быть метки, если вы хотите сортировать по меткам. И должны быть созданы поля, если вы хотите сделать сротировку по полям. То есть, смотрите, вот я захожу, допустим, в какую-то из демо-статей. То есть теги, метки их называют. Вот здесь вот созданные метки. Вы должны назначить под статьи, чтобы, установив компонент, вы сразу могли увидеть работу этого компонента. Выбрать метки. Вот так вот просто выбираете. Сохраняете статью. Соответственно, если мы хотим ещё добавить произвольные поля, давайте я вам быстренько покажу на демо. Если я зайду в какой-нибудь контент, произвольные поля вот здесь у нас точками. Ну, они выводятся так здесь. То есть, где смотреть. Это у нас тут, допустим, кино. Какой язык? Год. Вот всё, что точками. Здесь на этом демо-сайте у разработчиков созданы поля. И, соответственно, где смотреть. Вот у них выводится вот этот фильтр. Где смотреть. И то есть, буквально просто нажимая на одну птичку, сразу сортируется контент сбоку. Показывает те материалы, где используется эта метка. А в данном случае это у нас произвольное поле. То есть, давайте вот зайдём в группу полей. У меня по умолчанию в демо-контенте тоже был автор. В бесплатной версии не все типы полей показываются. Я так полагаю, что в Pro-версии они будут показываться для фильтрации в данном компоненте. Давайте использовать простое поле. Оно точно будет показываться. Оно точно работает, потому что я уже это проверил. Язык. То есть, допустим, используется на сайте язык. Я создал сначала группу. Потом я зайду в поле. И создам поле. Язык. Здесь вот как раз про тип я говорил. Я использовал, пробовал ссылка, URL-адрес. И он у меня не работал. То есть, возможно, какие-то типы не работают в бесплатной версии расширения. Поэтому оставляем текст. Что здесь еще важно? Фильтр. Здесь можно написать текст. Группа. Здесь я выбираю язык, только что я создал группу. Сохраняемся. Далее переходим в параметры. В самый низ индексация доступна для поиска. На всякий случай выставим. И сохранить. Это мы только создаем, чтобы увидеть работу нашего компонента, который мы будем сейчас смотреть. Далее, естественно, теперь в материалах, хотя бы в нескольких, надо добавить это поле. Вот здесь у нас появляется теперь язык. Пишем там, допустим, русский. Для другой статьи. Заходим в язык. Пишем там, допустим, английский. Двух статей достаточно, чтобы увидеть работу нашего расширения. Ну, вот теперь, когда у нас готов сайт, контент, чтобы смотреть сразу же, как работает наш компонент, мы переходим к установке компонента. Система. Расширение. Я перетаскиваю архив с расширением в эту область. Далее нам нужно создать страницу результатов поиска. Первым делом мы переходим в меню. Заходите в свое меню, в то меню, в которое вы хотите создать пункт меню. Нажимаем создать. Выбрать. У нас появляется здесь J-фильтр. Это как раз таки от нашего компонента, который мы только что установили. Нажимаем на него. Здесь единственный пункт. Пункт результат. Выбираем обязательно его здесь. Здесь можно писать результат поиска. Состояние опубликовано. И в меню можно это не выводить. Это же пункт меню, чтобы он у нас не выводился. Переходим в тип ссылки. Показывать в меню. Мы переключаем ползунок. Он работать будет, когда будет работать поиск, но в меню выводиться оно не будет. Давайте посмотрим, что у нас установилось. То есть смотрите, компоненты. Раскрываем. Вот он наш компонент. Дальше переходим в модули. У вас будет в отключенном состоянии. Вот он J-фильтр. Если у вас его нет наверху, нажмите на ID, нажмите еще раз. И он отобразится в списке в самом верху. Дальше. В плагинах. У вас они будут включены, скорее всего, так как я уже удалял этот компонент, установил его заново. Вот видите, идут плагины J-фильтр. J-фильтр. Вот тут в начале фильтр. У меня они отключены. У вас они по умолчанию, скорее всего, будут включены. У меня они выключены, потому что я удалял, устанавливал, тут пока тестировал. Здесь в этих плагинах нет настроек. Я просто вам показываю, что установилось. Они нужны, и они должны быть просто включены. Далее сразу тогда переходим уже к настройке модуля. Вот наш модуль, включаем его. Я кликаю по крестику. Заходим внутрь. Позиция зависит от вашего шаблона. У меня кассия Pio, то есть позиция, где будет выводиться модуль фильтрации. Я вывожу Sidebar Right справа. Заголовок показывать или нет. Заголовок вот здесь вот. Можно написать там фильтр поиска. Здесь настройки. Все, к сожалению, на английском языке. Я переименовал через браузер Chrome на русский. Мы видим, что некоторые опции по метке Pro нам будут недоступны. Вы будете часто такое встречать в разных местах компонента. Мы на это влиять не можем. Смотрите, здесь можем оставить авто. Дальше объединить фильтр с интеллектуальным поиском. Стоит да. Интеллектуальный поиск – это метод, который встроенный в самой Joomla. И получается, страница результатов поиска. Надо бы нажать на кнопку «Создать». Отсюда удобно ее создать. Но мы с вами уже ее создали. Поэтому мы можем просто нажать на этот список и увидеть заголовок той страницы, которую мы только что настроили минуту назад. Обязательно ее выбираем здесь. Нажимаем «Сохранить». Дальше важный момент. Привязка к пунктам меню. На каких конкретных страницах в Joomla будете выводить фильтрацию? Ну, у меня демо-сайт. Я вывожу на каждой странице. Все. Дальше здесь ничего не надо делать. Сохранить и закрыть. Если мы сейчас пойдем на наш демо-сайт, обновим страницу, вот это у нас колонка, где будет у нас фильтрация. Но пока у нас ничего нет, потому что мы еще не все сделали. Дальше мы с вами переходим к компоненту. В наш фильтр переходим. Видим, во-первых, видите такие крестики напротив. Это значит, что они у нас не опубликованы. Замочки у нас скрыты. Замочки надо разблокировать. И по каким моментам идет фильтрация. Смотрите, категории. Здесь у меня идут поля. Вот видите поля. То, что мы с вами языки сделали. Метки, теги. И здесь идут по автору. И по дате фильтрация. И нам говорится вот здесь вот обязательно нажать на кнопку. Сейчас я переведу на русский. Надо проиндексировать. Вот сюда мы нажимаем. Идет индексация. Один из элементов он нашел. Это все проиндексировалось. Вот идет оптимизация. Все. Надо дождаться, чтобы у нас вот так вот страница обновилась. Если вы в процессе добавляете какие-то, допустим, новые поля. Новые там, я не знаю, еще какие-то элементы. Хотите, чтобы они здесь появились. Вам надо будет потом вот так вот зажимать галочку. И нажимать, допустим, вот повторно сгенерировать. И вот еще можно нажать синхронизировать. Даже сейчас, если я нажму синхронизировать. Они, я вам просто показываю то же самое действие. Сейчас синхронизировались. Но все отключились, не забывайте. То есть вы вот так ставите галочку. Верхнюю снимаю. Это как идет по умолчанию. Действие. Я нажимаю опубликовать. Теперь они, видите, все зелеными галочками. Обязательно должны быть помечены. И теперь, если мы сейчас обновим страницу, мы увидим нашу фильтрацию. И, соответственно, вот эти по-английски названия тег, сортировка там по автору, не по автору, вы можете переименовать их здесь. Нажимаете на сам пункт. К этим настройкам мы сейчас еще вернемся. Вот категории, то есть поиск по категориям. Смотрите, если я сейчас сохранюсь, обновлюсь, то отсюда категории исчезают после изменения. То есть, смотрите, название. Давай сначала все поменяем. Вот текст на английском. Метки. У меня категории появились, нажав вот здесь вот, будет такая иконка у вас. Выключится категория. Еще раз нажал, появилась галочка опубликована. И теперь категории, вот они доступны. То есть, уже сейчас, если я нажму, допустим, блок, у меня покажутся все категории. Я вижу это по хлебным крошкам. Из категории блок показывается мой контент. Соответственно, также метки. Если я нажимаю на метки, то показываются статьи, где есть эти метки. То есть, миллионы. Давайте зайдем внутрь. Вот я вижу метка миллионы. Соответственно, эти статьи показываются. Теперь, допустим, отсортировать по языкам. Статья типографика у меня. Вот видите, вот выводится. То есть, я подвязал это поле к этой статье. Соответственно, вот у меня на русском выводится. Соответственно, видите, категории прячутся. Английского здесь нет в развернутой статье. Это хорошо, потому что, если нажмем назад, возвращаются другие элементы для фильтрации, которые относятся к тем статьям. Вот язык английский. И теперь давайте посмотрим настройки самих элементов. Допустим, заходим в язык. Переведем здесь на русский. Вот это отображать как раз. Видите, у нас все идет как ссылки. Видите, с ссылками. Фильтр с ссылками. И здесь, к сожалению, есть только флажки. Остальные интересные варианты доступны только в Pro-версии. Давайте сразу рассмотрим флажки. Следующий опция. Видите, корневой фильтр может считаться началом. Процессы фильтрации. На него не влияют выборы других фильтраций. Вот это интересная штука. Смотрите, о чем идет речь. Допустим, я выбираю миллионы метку. И видите, появляется слово Claire. Ну, то есть это тоже надо еще перевести на русский через языковую константу Joomla, чтобы на русском это было. Но если я нажимаю на эту ссылку, фильтр очищается, сбрасывается, то есть до нуля. И я могу выбрать, допустим, миллионы. Дальше. Создано каким автором. По какой дате. И это все фильтруется. И они участвуют в фильтре. Все фильтры. И получается, если я флажок на языках поставлю, сохраню настройки, что это даст? Во-первых, у нас появились чекбоксы. Вот я ровняю. И давайте я сброшу фильтр. Допустим, я выбирал метки. Я выбрал автора. Но если я выберу язык, то предыдущие фильтры сбросят. Вот эти два выбора сбросят, покажет только вот этот фильтр. Языковый. Как раз вот эта опция за это отвечает. Следующая Basic настройки. Ну, про версии, которые закрыты, мы с вами не рассматриваем. Сортировать параметры. Здесь можно оставить по умолчанию. Или выбрать так, как вам нужно. Показать, очистить туда ссылку Claire. Чтобы ее не было, можно ее скрыть. И здесь еще есть параметр. Очень важный путь и запрос. Показать выбор элемента в заголовке страницы. Переход по ссылке поисковых систем. Вот здесь вот стоит нет. Это значит, что мы закрываем от поисковых систем вот этот переход. Здесь под вопросом, не знаю, как это повлияет вообще на сайт. Да, нет. Но я еще кое-что забыл вам сказать. Давайте сохранимся. Вот страница результата поиска. Нам не нужно, чтобы она индексировалась. Переходим в страницы, меню, main menu. Заходим в нашу страницу. Заходим в метаданные. Вот здесь вот. Выбираем noindex, nofollow. Поисковым системам говорим, чтобы конкретную страницу не индексировала. Потому что ее индексировать нам не нужно. И теперь смотрите, вот этот важный тоже момент. Это у нас ссылки красивые, что касаемо SEO. Если мы сейчас с вами посмотрим, то есть это языки. Вот у нас выбрал английский. Посмотрите, какая сейчас ссылка красивая. Ничего лишнего здесь нет. Ну, английский неправильно, конечно. Надо здесь альяс у поля обязательно латиницей писать. Но вот если мы здесь выберем запрос и сохранимся. Пойдем на сайт, обновимся. То есть сбросим фильтр. Перейдем куда-нибудь. Выберем английский. Видите, какая ссылка стала. Подставляются разные знаки. Вот такие вот. Ну, то есть зачем такая ссылка некрасивая? Поэтому мы всегда оставляем здесь вот этот вариант. Это у нас разряд SEO. Ну, и здесь переход по ссылке ставим по умолчанию. Потому что ходить поисковикам прямо вот по меткам фильтрации поиска здесь, я считаю, незачем. И здесь бывает добавляется еще одна вкладка с настройками зависит от поля. Давайте рассмотрим на примере меток. У нас здесь, видите, есть вложенные метки. Зайду в метки. Вот это Advanced. Но она у нас в Pro только доступной версии. Вот смотрите на вкладке, на третьей вкладке состояние. Сразу можно сделать развернутый. Родительские узлы как ссылки. Это имеется в виду. Вот эта родительская, видите, она как ссылка идет. Ставим нет. Но это уже, опять же, как на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Показывает содержимое под узла. То есть, вот этой вот вложенной метки. При выборе родительского узла можем поставить тоже да. Обновим. Да, и вот здесь вот выберем чекбокс. Обновим еще раз. Вот она, видите, это под узел, как у них это переводится здесь. Она будет не ссылкой. Во-первых, показываться будет вложенная. И выбором сразу чекбокса. Отсюда сразу раз. Несколько вариантов. Сразу, то есть, все покажутся статьи с выбором вот этих трех меток. Думаю, здесь вы разберетесь. У нас с вами остается еще здесь вкладка настройки. Переходим в эти настройки. Пробежимся бегло. Сортировки, понятно, здесь можете выбирать направление сортировки. Здесь можно оставить все как есть. То есть, это глобальные настройки. Если мы сейчас посмотрим, то есть, эта вкладка дальше SEO там идет и так далее. То есть, свернутый, расширенный, родительские узлы, как ссылки, только что мы с вами смотрели. Но это глобально можно для всех сделать. Показывается содержимое под узла. То есть, глобально для всех ваших элементов. Это у нас по SEO настройки. То есть, глобальный элемент тоже. Здесь есть важная опция по SEO. По поводу канонических URL. Этот компонент заточен под SEO, поэтому здесь очень мне это нравится. Определить и установить канонический тег. У вас включено, ни в коем случае не отключаем. То есть, это склейка дублей. Он сам будет определять. Обязательно это включаем. Определить и установить канонический тег. Дальше. Результаты. Ну, здесь можем оставить все по умолчанию. Здесь права доступа. Ну, это вкладка уже для продвинутых. Здесь нам об этом предупреждают. Мы ее не трогаем. Вот они все настройки. По сути. Да, конечно, хочется эти вещи, чтобы они были в бесплатной версии. Но для начала можно попробовать оставить этот бесплатный вариант. Он по базовым моментам будет вам очень хорошо. То есть, благодаря основному поиску Joomla у вас может быть вот такая вот фильтрация по вашему контенту. Я думаю, очень достойный бесплатный вариант. Всегда можете потом расшириться до Pro-версии, если вас она заинтересует. На этом я с вами не прощаюсь. Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. Мы скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok